Наших трудящихся, поэтому в этих целях я вчера объявил, что я выпущу указ о запрете на иммиграцию. И это позволит нам защитить наши рабочие места, и чтобы наши американцы были первыми, кто получит работу, когда мы перезапустим экономику. Мы не можем позволить, чтобы иммигранты претендовали на те рабочие места, которые нужны американцам. Мы должны позаботиться об американских трудящихся в первую очередь. И этот указ будет действовать в течение 60 дней. Потом, если будет нужно его продлить или как-то изменить, я сам вместе с экспертами проведу переоценку на основании экономической ситуации в то время. Мы продлим или не продлим. Этот указ касается людей, которые ждут грин-карту или гражданства. Но мы также подумаем, какие еще дополнительные миграционные меры мы можем принять для того, чтобы защитить наших трудящихся. И по мере того, как мы двигаемся дальше, мы все больше и больше будем защищать трудящихся. Этот новый указ по иммиграции также позволит нам сэкономить жизненно важные медицинские ресурсы для наших граждан. И в зависимости от того, как долго это будет, указ будет длиться. Вы говорите, что в вашем указе будут некоторые послабления и освобождения некоторых больниц или клиник. Мы вам сообщим более подробно об этом. Это будет закончено сегодня. Сегодня, завтра мы сообщим об этом. А что будет ситуацией, когда болеют ближайшие члены семьи? Мы все ситуации предусмотрели. Мы должны разрешить допуск к этим членам, других членам семьи. Ведь надо поступать гуманно. Но это будет довольно жесткий исполнительный указ о дальнейших мерах. Мы прошли большой круг. Скажите, те иммигранты, которые находятся в нашей стране нелегально, находятся ли они в опасности высылки, депортации? Ну, например, вы имеете в виду нелегальные иммигранты. Ну, например, кто-то находит, и его дело рассматривается в суде. А если дело в суде, значит суд. Судья примет решение о том, как поступить с этими людьми. И некоторые критики говорят, что вы сейчас используете вирус в качестве предлога, чтобы сократить миграцию. Нет, я хочу, чтобы наши граждане в первую очередь получили рабочие места, которые появятся, когда мы перезапустим экономику. У нас очень много компаний, которые приезжают сюда, хотят здесь открыть бизнес, и им нужны сотрудники. Также фермеры полагаются на сезонных мигрантов. Да, это очень важный аспект. Фермеры не пострадают. Это очень важно. Да, вы затронули важную тему. Наши фермеры, однако, не пострадают в результате этого указа. Фермеры не пострадают вообще. Более того, мы будем способствовать этим сезонным работникам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова